Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Яркому празднику быть. Мэр города Бреста Александр Рогачук провел первое заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра. Основой потребительского рынка должны быть товары отечественного производителя. Конструктивный разговор на актуальные темы состоялся в рамках проведения заседания Сентябрьского облсполкома. Все о здоровье, здоровом образе жизни и о новых медицинских технологиях. В областном центре прошла 12-я международная выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни». Открытие новой улицы, новое пополнение в рядах ведомства, награды и профессиональные успехи. Белорусская таможня празднует свой 25-летний юбилей. Эта история длиною в четверть века. Об этих событиях и не только. Прямо сейчас. Новые дороги и парки, новые школы и детские сады. Фактически новая набережная, городской сквер и новый фонтан на улице Советской. Благоустройство городских улиц и дворовых территорий. Список озаглавленных мэром Бреста Александром Рогачуком мероприятий, которые планируются в рамках подготовки к празднованию тысячелетия областного центра, довольно широк и разнопланов. Названная нами лишь часть той огромной работы, которую предстоит осуществить всем нам, брещанам. В Горисполкоме прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея областного центра. 25 августа нынешнего года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке к празднованию тысячелетия города Бреста. Потому работа предстоит серьезная, долгая, ответственная. С этих слов председатель Горисполкома Александр Рогачук начал разговор с руководителями предприятия Организации Бреста. Впервые собрал всех руководителей города с таким одним вопросом, очень важным для всех нас вопросом, по сути дела, подготовки к нашему тысячелетию в контексте участия каждого субъекта хозяйствования, каждого руководителя в этом очень благородном процессе. Приятно видеть отклик наших руководителей, приятно видеть их инициативу. Я уверен, что у нас все получится, что отношение к городу, каждого субъекта хозяйствования, каждое учреждение будет показателем его и успешности, и его гражданской позиции. Потому что никаким распоряжением республиканского органа нельзя подменить очень важный элемент развития города, инициативу самих граждан. Разработан план мероприятий, которые уже проводятся и будут проводиться в связи с предстоящим ярким событием. Его направление самые различные. Западный обход, строительство новых инфраструктурных объектов, хоспис, облагоустройство набережной, возведение социальных объектов. Конечно же, завершение всего, что было начато и находится сегодня в активной фазе строительства. Алгоритм действий на три года выработан. В 2019 году перед нами предстанет обновленный, красивый, уютный город, который не появится сам по себе. Можно в этой ситуации освоить деньги, но не сделать город. А можно вложить душу, добавить денег, и получится красивый, уютный, хороший день. Александр Рогачук подчеркнул, что распоряжение президента предусматривает более 30 проектов, а всего свыше 100 объектов будет построено. Мы провели ревизию всей проектной документации, которая у нас есть по всем объектам в городе. Мы те объекты, которые уже морально устроили, которые, возможно, уже не нужны городу, отмели. И сейчас направили бюджетные деньги на актуализацию существующих проектных решений, на то, чтобы их пересчитать, на то, чтобы их переделать с учетом новых технологий и так далее, чтобы с весны начинать уже активную фазу строительных работ. Многие работы уже будут начаты и в этом году. Положим, в октябре мы начинаем реконструкцию площади перед Дворцом культуры профсоюзов. Многие объекты важные уже начинаем в этом году как задельные объекты. Все объекты, которые включены в распоряжение главы государства, а их там более трех десятков, это уже топ-30. Поэтому добавим к этому все городские наши объекты. В итоге получится порядка 100, наверное, таких серьезных точек приложения, которые существенно изменят облик города. Сегодня в активной фазе корректировка проектного решения по строительству нового автовокзала. Мы проводим корректировку того проектного решения, которое было по автовокзалу. Оно делается в соответствии с поручением главы государства по его итогам посещения города Бреста. И однозначно это должен быть транспортный кластер, то есть он находится недалеко от железнодорожного вокзала. Поэтому идет речь его о размещении все-таки, скорее всего, на пересечении улицы Карла Маркса и улицы Арджинкидзе, в створе улицы Карла Маркса. И такая дальняя мечта, чтобы все-таки был подземный переход, тоннель туда, прямо на ЖД вокзал. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». О других событиях и мероприятиях. Увеличение объемов реализации и использования товаров, произведенных в Республике Беларусь, а также подготовка и закрепление молодых специалистов сельскохозяйственной отрасли Брещины. Две темы были вынесены на рассмотрение участников заседания областного исполнительного комитета в сентябре. О том, какую долю в общем товарообороте области занимают отечественные товары, о качестве и количестве импортной продукции и вариантах привлечения рабочей силы в агрогородки и сельские населенные пункты региона, расскажет Анастасия Остробко. Отечественные товары являются основой потребительского рынка области. Их доли составляют более 70%. Это четвертый показатель в стране. Но значительная часть приходится на продовольственную группу – порядка 83%. Что касается непродовольственной продукции, здесь цифра ниже 53%. Причин немало – и низкая конкурентоспособность, и узкая линейка предлагаемой продукции, снижение объемов производства, а также недостаточность рекламы и маркетинговой активности. Однако это относится далеко не ко всем производителям и торговым объектам. На Брещине в текущем году проведена серьезная работа по оживлению рынка. Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, в области принимаются меры, направленные на рост продаж отечественных товаров. Производителями области с целью продвижения продукции на рынке республики и области совместно с торговыми организациями проводится ряд маркетинговых мероприятий. Организуются дегустации в торговых объектах республики. Представляются скидки на различные товарные позиции. Проводятся тематические выставки-ярмарки. Наиболее активную работу в данном направлении проводят предприятия, подчиненные управляющим компаниям холдингов «Брестовый хлебопродукт» концерн «Мясо Молпром». Значительная часть товара оборота Брещины формируется за счет крупных сетей. Однако количество товаров белорусского производства в таких торговых объектах ниже среднеобластного. Повысить активность должны как сетевики, так и производители. Вопрос ведь обоюдовыгодный. Важно понимать время, когда импортное автоматически обозначало более качественное или доступное давно позади. Сегодня товары с маркировкой «Сделано в Беларуси» с успехом продаются и покупаются. Проблема порой только в наличии такой продукции на полках магазинов. Более эффективным должно быть и использование инструментов контрольной деятельности. Надо от слов, от теории переходить к делу. Значит, есть сети, проехали, проверили. Есть производители, то же самое их собрали вместе и определили общую систему работы. Вот что должно быть. Они просто, значит, вот проконстатировали, видите, зашли, этого нет, того нет, всего нет и все. Это то, что касается, значит, дисциплины. А то, что вот касается продажи товаров отечественных, да, здесь надо выстраивать четкую систему. И ожидать о том, что сети побегут искать все эти товары где-то у нас, этого не будет. Сегодня предложений у них достаточно. Второй вопрос заседания – подготовка и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время на Брещене в данном секторе экономики всего трудится порядка 53 тысяч человек. Серьезной нехватки кадров нет, однако остается стабильно высоким число лиц пенсионного возраста. Обеспеченность же кадрами рабочих профессий по области составляет 98%, по республике – 97%. Практически полностью обеспечены кадрами рабочих профессий Барановичский, Березовичский, Брестский, Каменецкий районы по 98%. Меньше обеспеченность же кадрами рабочих профессий в хозяйствах Ляховичского, Малорицкого, Лунинецкого и Пружанского района и составила 96%. В Жабенковском – 94%, в Ивацевичском – 89%. Думать наперед, искать подходящих людей и растить из них настоящих профессионалов – задача непростая, но выполнимая и важная, а главное – актуальная. Как бы высокопарно это ни звучало, но справедливость выражения кадры решают все еще никому опровергнуть не удалось. У нас во многом проблемы в сельском хозяйстве возникают там, в сельскохозяйственных предприятиях, где слабые кадры. На 90% все проблемы там идут от этого. За последние годы в сельскохозяйственной сфере области наметилась определенная положительная тенденция по обеспечению кадрами, что во многом явилось итогом реализации программы кадрового обеспечения на 2011-2015 год. Однако пока не удалось достичь устойчивой и положительной динамики по закреплению специалистов сельскохозяйственных организаций, особенно молодых. Закрепление молодых специалистов на местах в приоритете. Губернатор региона Анатолий Лис рекомендовал людям, отвечающим за кадровый потенциал Брещины, внимательно изучить положительные примеры других регионов страны, которые уже успешно преодолели кадровый кризис, и внедрить лучшие наработки в собственную практику. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 22 сентября в Бресте торжественно открыла свои двери 12-я международная выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни-2016». Для участия в форуме «Здоровье» в этом году зарегистрировалось более 150 участников. На протяжении трех дней все те, кто ведет здоровый образ жизни, а также хочет сохранить хорошее самочувствие на долгие годы, могли узнать много нового для себя, попробовать продукцию ведущих предприятий, пройти обследование у лучших медиков или посетить информационно-консультационные встречи. О том, чем выставка-ярмарка запомнилась Брещанам в этом году, а также в чем видят эффект от проведения ее участники, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Здоровье – это не только одно из главных жизненных благ человека, но и основа крепкого, благополучного и процветающего государства. С этих слов начал церемонию торжественного открытия традиционного форума здоровья заместитель представителя Брестского облсполкома Леонид Суприк. Организации и проведению ежегодной выставки-ярмарки уделяется особое внимание. Именно поэтому сегодня в большой программе мероприятий всегда есть конкурс «Здоровая семья», победители которого были отмечены ценными подарками. Культура здоровья прививается в семье, и от того, насколько насыщенным и интересным будет детство ребенка, зависит, какой путь он изберет для себя во взрослой жизни. Все чем-то занимаются. Мы с Настей любим на велосипедах кататься, какие-то прогулки по лесу, каждый год ездим отдыхать, зимой мы ездим на лыжах, буковель. Ну, то есть, всегда здоровый образ жизни. Ежегодный международный форум «Содействие здоровому образу жизни» уже давно не нуждается в рекламе. Выставка-ярмарка закрепила за собой уверенный имидж одного из наиболее ярких мероприятий области и республики. Сюда стремятся попасть со своей продукцией ведущие предприятия не только Беларуси, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Для чего мы сегодня здесь? Чтобы познакомить всех со своей продукцией. Она очень вкусная и очень полезная, скажем так. Стекло, оно само по себе очень эффективно для хранения любых продуктов и любых других веществ и всего остального. И мы как бы предлагаем нашу продукцию, что не требует никакой обработки стекла, внутренней или наружной. И можно приобрести соки со 100% гарантией натурального свежего продукта. Преимущества таких мероприятий очевидны. Посетители не только знакомятся с разнообразными натуральными и лечебно-профилактическими продуктами питания, гомеопатическими препаратами, биовитаминными и минеральными комплексами, но и медицинской техникой, которую можно использовать в домашних условиях. Также выставка дает возможность получить консультацию медицинских специалистов по волнующим вопросам, измерить артериальное давление и даже пройти некоторое обследование. Более 150 участников – это и субъекты хозяйствения, которые производят и реализуют здоровое питание, продукцию, связанную с улучшением состояния здоровья. Это и оказание различных услуг, которые направлены на формирование здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек» включает в себя большое количество аспектов. Это и правильное питание, и распланированный режим дня, и постоянное занятие спортом. Однако физическое равновесие не может быть без гармоничного, душевного и морального настроя, уверены представители областной профсоюзной организации, участники форума. Приглашаем всех желающих, всегда идет агитация у нас и в секции, и в кружки. То есть это традиционно наша уже такая вот, наверное, миссия и роль на этой выставке. Ежегодно выставка меняется, предоставляя более современную информацию о том, как сохранить свое здоровье. Однако неизменной остается главная задача – привлечь к здоровому образу жизни все больше людей. И это организаторам бесспорно удается. Из года в год посетить форум здоровья спешат сотни брещан и гостей областного центра. Приходят и находят для себя что-то нужное, важное и интересное. Вы смотрите новости на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Минувшая неделя была насыщенной на события для брестских таможенников. Представители этой профессии отпраздновали 25-летний юбилей таможенной службы Республики Беларусь. В честь праздника был организован целый ряд торжественных мероприятий. К значимой дате было приурочено важное для Бреста событие – открытие новой улицы Мытной. Обо всем по порядку. На праздничных мероприятиях побывала наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Четверть века такой значимый юбилей был долгожданным событием для брестских таможенников. Профессиональный праздник стал отличным поводом отметить заслуги сотрудников. Накануне юбилея более ста должностных лиц получили почетные грамоты и благодарности председателя Государственного таможенного комитета за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в работе. Среди них и те, кто был награжден юбилейными нагрудными знаками и нагрудными знаками отличия, ветеран таможенной службы. У нас на данный момент работающих ветеранов, которые отслужили 20 лет и более, порядка 250 человек. Поэтому всех мы их сегодня в том числе награждаем знаками ветеран таможенной службы. Хочу поздравить всех коллег, хочу поздравить всех ветеранов таможенной службы за тот труд, который они на благо Родины совершили. То есть все силы, которые были сегодня отданы как ветеранами, так и сегодня отдают наши сотрудники, они, конечно же, идут на благо Родины нашей, на благо нашего Отечества. Поэтому я хочу пожелать всем огромного здоровья, всем сотрудникам, членам их семей, ну и, конечно, неиссякаемой энергией. За все, да, в знака рода тешить, это от знака твоей працы. А 25 годов, уже больше, 26 годов, я как працую в Мэтне, то довольно, это такие, четверть веку. Коллектив Брестской таможни сегодня это более тысячи человек. На фоне республики это число самое высокое. Каждый год ряды специалистов пополняются новыми сотрудниками. На службу Брестской таможни отбираются только высоко квалифицированные кадры, а как иначе осуществлять контроль экономической безопасности страны, дело ответственное и требующее соответствующих знаний и навыков. Подбор сегодня ведется очень серьезно. Подбор ведется как на стадии рассмотрения кандидатов на службу, так и при проведении конкурсов профмастерства. То есть проводится дополнительное обучение. Соответственно, по результатам дополнительного обучения еще проводятся экзамены. И только после этого мы определяем, подходит этот человек по всем своим морально-деловым качествам для службы в таможенных органах, либо нет. Серьезный отбор в этом году прошли 46 молодых людей. Должностные лица таможни дали клятву на верность Родине на площади церемониала в Брестской крепости. В такой значимый день все они немного волновались, и это вполне обосновано. Ответственный шаг – отправная точка в будущей карьере, о которой они мечтали. Мне всегда хотелось принести какую-либо пользу своему государству, нашему обществу, народу. И вот теперь предоставилась такая возможность, работая в таможенных органах. И я очень рада этому, что могу внести свой вклад в развитие нашего государства. А сегодня впечатления очень большие, очень эмоции переполняет. Работа достаточно интересная. Работа также ответственная одновременно с этим, то есть нельзя ничего упускать. Нужно развивать общий интеллект для того, чтобы распознавать какие-то противозаконные, например, попытки провести какую-то контрабанду или какие-то запрещенные товары. Праздник у таможенной службы готовились заранее. Об этом красноречиво свидетельствует событие, приуроченное к юбилею. Речь идет об открытии новой улицы в областном центре «Мытная». Именно такое название она обрела. Еще в 2014 году депутаты горсовета вынесли решение такой улицы в городе быть. Она появилась на карте Бреста в активно застраиваемом микрорайоне, расположенном в непосредственной близости от республиканского пункта таможенного оформления «Варшавский мост». Если обратиться к истории, то такая улица существовала в Брест-Литовске. Документально это подтверждено планом города 1824 года. Это очень здорово, что мы превратили праздник таможенников в элемент городского события, потому что город Брест и таможня – это одно целое. Очень здорово, что в городе Бресте появляются новые улицы. И, наверное, логично, и, как сказала ведущая, исторически обосновано то, что улица будет называться улица «Мытная». Это и дань исторической памяти, это дань нашей истории, и это дань, конечно, нашего глубокого уважения, которое мы испытываем к этой очень важной, очень серьезной экономической, силовой таможенной структуре. На торжественной церемонии открытия улицы «Мытной» присутствовали представители органов власти, горожане, а также высокопоставленные гости, приехавшие из других городов Белоруссии. Для нас, для таможенников, это высочайшая оценка нашей деятельности. Это говорит о том, что все, что мы делаем, все наши достижения, они получили высокую оценку именно тех граждан, которые здесь в городе проживают. Калейдоскоп праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею, завершил концерт. В ходе программы за наградами на сцену поднимались те, кто заслужил высокой оценки за труд и служение родине. Брестская таможня – одна из крупнейших и старейших в системе государственного таможенного комитета страны. Подразделения и ведомства сегодня полностью укомплектованы личным составом. 40% из общего числа работников составляют молодые сотрудники. В сплоченном коллективе таможни трудятся профессионалы своего дела. Об этом свидетельствуют высокие показатели года. С начала 2016-го сотрудники Брестской таможни выявили более 4,5 тысяч нарушений. Стоимость изъятых на границе товара составила свыше 180 миллиардов. Должностными лицами Брестской таможни возбуждено более 30 уголовных дел по возу из-за рубежа наркотических и психотропных веществ. У нарушителей изъято около 1 килограмма различных наркотиков. Статистика впечатляет. Таких же успехов в работе желает коллектив нашего телеканала представителям нелегкой профессии в дальнейшем. София Бережная, Дород Букунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О том, кто они, работники Брестской таможни, проще представить, когда перед глазами наглядный пример. О представителе довольно непростой профессии, инспекторе отдела таможенных расследований Евгении Данилове, пойдет речь в следующем сюжете. Наш герой был выбран не случайно. Накануне значимого праздника, юбилея таможенной службы Республики Беларусь, мужчина принял участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства и, надо сказать, весьма успешно. О своей профессии Евгений Данилов рассказывает с особым трепетом сложностей в любом деле. Однако то удовлетворение, которое получаешь от успешно выполненной профессиональной задачи, сложно сравнить с чем-то еще. Признался Брестский таможенник. Судьба сама привела его к службе в данном ведомстве. Сегодня мужчина не представляет, где еще смог бы реализовать себя. 12 лет Евгений Данилов трудится во благо экономической безопасности своего государства. Выбор профессии осуществлялся, наверное, исходя из ситуации, которая складывалась на то время в Республике Беларусь. Ну и, наверное, основной целью каждого гражданина Республики Беларусь является стремление быть полезным. Для Брестского таможенника всегда первоочередным было стремление. Этим объясним профессиональный рост. Об этом красноречиво свидетельствует недавний успех сотрудника на республиканском конкурсе. Евгений Данилюк достойно представил свое ведомство. В ходе непростых испытаний, соревнований по каждому из направлений профессиональной деятельности, мужчине удалось продемонстрировать глубокие знания и навыки. Победы – это всегда приятно, однако останавливаться на достигнутом Евгений Данилюк и не думает. Совершенствование и развитие – вот цель, которая неизменна на протяжении всей карьеры. Представитель данной профессии имеет дело с расследованиями. Здесь важны логика, физика, психология. Важную роль играют человеческие качества. Стоять на месте нельзя, иначе успеха не добиться. На данный момент считаю, что занимаю свое место, и, наверное, каждый обладает качеством, как стремление все-таки быть полезным и выполнять просто хорошо ту работу, которую ты делаешь. Именно так и должен рассуждать профессионал своего дела, каким и является Евгений Данилов. Скромный по своей природе мужчина не спешит говорить о профессиональных успехах. Он к ним идет, покоряет новые вершины. Занимается любимым делом, чего не скрывает. Пример нашего героя показателен, а ведь это портрет лишь одного из представителей большой семьи Брестской таможни. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Правильный выбор профессионального пути для каждого человека является одним из самых важных и в то же время самых трудных и ответственных. Как найти для себя такое ремесло, чтобы и работа нравилась, и условия труда были хорошие, и зарплата достойная. К сожалению, не каждый из нас может в этом плане назвать себя счастливчиком. Герои нашего следующего материала выпуска уверены, свой путь они определили. Сегодня их статус – молодые специалисты. Имя этой яркой молодой певицы уже давно известно далеко за пределами Беларуси. Ирина Замолко – неоднократная победительница многочисленных конкурсов, обладатель гран-при музыкальных фестивалей разного уровня. В этом году девушка окончила Брестский государственный университет имени Пушкина, который, по ее мнению, дал творческую базу для будущей профессиональной жизни. Сегодня она является сотрудником Брестского горосполкома. Занимается организацией разного рода мероприятий в областном центре. Самое интересное, наверное, в моей работе – это общение с разнообразными, различными творческими людьми. И для меня это, наверное, является самым интересным, так как и я себя считаю тоже частью этого творческого мира, небольшой частью. Поэтому в рамках своей работы я могу развиваться как профессионально, так и творчески. Продолжаю выступать и осваиваю себя в роли ведущей. Два коротких сигнала – это команда приготовиться. Один длинный – это команда пошел. Серия коротких – это команда отставить. Все, приготовиться. Павел Сайко – командир мобильной группы 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Выпускник военной академии Республики Беларусь со школьной скамьи мечтал носить голубой берет. Тогда манила романтика остросюжетных фильмов, в которых сильные и мужественные герои спасали мир. Уже в старших классах Павел начал готовить себя к службе и морально, и физически. Постоянно занимался спортом, развивал выносливость и выдержку. Наверное, именно поэтому, еще будучи курсантом, молодой человек смог пройти один из самых серьезных экзаменов для десантника, о чем напоминает на груди особый знак – за доблесть и мастерство. Сегодня жизнь без необъятных голубых просторов и работы над собой Павел уже не представляет. Физическая подготовка подкрепляется ежедневными занятиями спортом. Это каждый день зарядка, кроме воскресенья. Спорт массовой работы – вторник, четверг. Ну и личное время занятия спортом. Все пять лет, когда я учился, я планировал сюда попасть по распределению. Я сюда попал, не разочаровался. Надежда оправдана. На прием к акушеру-гинекологу Анне Сивоха очередь собирается заранее. Молодой специалист уже успела зарекомендовать себя как компетентный врач. После окончания Витебского медуниверситета Брещенко была распределена в родной город, где сегодня трудится в поликлинике номер три. Еще будучи студенткой, Анна решила, что выберет для себя такую непростую специализацию. Для этого необходимо было хорошо учиться. Профессия акушер-гинеколог – одна из самых рейтинговых и требует высокого среднего балла по окончанию пяти курсов. Сегодня о своем выборе нисколько не жалеет. Работа требует быть не только хорошим специалистом, но и психологом, а иногда и другом. Настолько обширно поле деятельности. Я очень рада своему распределению, что попала именно в эту поликлинику. Во-первых, она новая, здесь хороший ремонт и очень хорошие условия работы. Очень многое еще зависит от коллектива. То есть я рада, что коллектив у нас оказался дружный. Каждый доктор в любую минуту согласен помочь, поделиться своим опытом. То есть для меня это очень важно. Каждый из этих молодых людей выбрал путь непростой, тернистый. Однако ожидания Анну, Павла и Ирину не подвели. И теперь они смело говорят «Я люблю свою работу. Я люблю то, что я делаю». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 25 сентября погоду будут определять неустойчивые и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. В Бресте будет пасмурная сырая погода, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Комфортности воскресному дню не прибавит и северо-восточный ветер. Температура воздуха минимальная ночью 8-10, со знаком плюс. Максимальная днем 15 градусов. В начале недели ожидается непродолжительный перерыв в дождях. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе. В Бресте в понедельник будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 8-14 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин